алина добрый день добрый день а точнее уже вечер я рад вас приветствовать записи очередного видео на вашем youtube канале я также рад всем нашим зрителям и слушателям которые будут смотреть это видео сразу же после его записи а также чуть попозже это не суть важно обращаю ваше особое внимание на то чтобы помочь поддержать развитие нашего канала вы можете по реквизитам указан в описании к этому видео также там будет короткая ссылка на youtube канал алины и тухновской которую я очень прошел распространять как можно шире ваших соцсетях итак мы переходим непосредственно к вопросам алина вы не так давно писали что вы будете издавать дополнительный тираж книги записки материалисты как следует из пожеланий ваших читателей и расскажите пожалуйста про оформление упоминания спонсорства издания книги как и где там будет упомянут спонсор это очень классная идея спасибо смотрите вообще эта идея очень спонтанная потому что я проводила опрос о том какую книгу вы больше желаете видеть из тех что проданы я знаю что есть коллекционеры которые гоняются за проданными раритетами перекупают их друг у друга и есть ситуации когда книги судя по всему не будет не будут переиздаваться как с черной иконой во всяком случае она не будет переиздана в том же издательстве и в том же виде по социально политическим обстоятельствам я так полагаю в общем получается что у нас есть только самые свежие книги люди хотят раритеты и люди хотят помимо свежих люди хотят контекст что очень хорошо это говорит о том что моя философия все же именно приобретает ту форму которой я мечтала это не просто набор цитат это целое мировоззрение это целая идеология и когда люди спрашивают с чего стоит начать читать и стоит ли до цивилизации хаоса прочитать что-то еще мне очень приятно значит они хотят знать и понимать контекст потому что когда я писала я же тоже менялась то есть с одной стороны я родилась полностью как бы таких металлических доспехов с другой стороны мой язык и ряд представлений все-таки приобретет как-то менялся приобретал иную форму и да есть текст есть контекст я отвечала всегда что цивилизацию хаоса лучше начинается читать прочитав до нее человек синдромом дна к счастью он есть сейчас в магазинах и записки материалисты вот это единственный экземпляр которые ищут коллекционеры и которые я никому не отдавала потому что он единственный и последний в магазинах его также нет и тут сошлись как бы две вещи что во первых люди хотят читать эту книгу в контексте цивилизации хаоса второе что за нее проголосовала большая часть участников когда мы делали опрос какую же из старых книг переиздать это было спонтанное решение принятое на днях я тут же написала издателю дани курской это издательство стеклограф данной курской пользуясь случаем я прорекламирую хотя дани мне кажется знают все одна из лучших московских издателей прекрасный поэт издательство стеклограф и естественно да она тут же согласилась как правило книги издаются издательствами и редко бывают какие-то спонсорские проекты но именно эта книга была издана с подачи спонсора это были какие-то ужасные там ковидные в общем какие-то странные времена да нужен был спонсором появился олег бабинов поэт к сожалению он уже умер а я поставила его предисловие вы можете его почитать не предисловие вернее речь которую он произнес а на моей презентации этой книги он помог нам с выходом как спонсор и я подумала почему же и в увлекает читателя в сам процесс да к тому же мне периодически пишут люди которые хотят проспонсировать то или это но мне иногда не очень нравится подход потому что мне предлагают издать то что мне например на данный момент не надо а тут все совпало мне это надо вам я думаю тоже книга получается раритетные всего 50 экземпляров а я думаю что в данных опять социо политических обстоятельствах нет смысла издавать больше но если она тут же продаться мы просто сделаем еще раз переиздание вот и вопрос значит как будут указаны спонсоры во первых о спонсорстве минимальный спонсорский взнос это всего лишь три тысячи рублей ваше имя таким образом будет указана на одной из заглавных страниц а таким образом как вы захотите быть представленным то есть это может быть ваше имя фамилия это может быть ваш псевдоним как угодно только обязательно напишите мне об этом на почту как вы хотите или в личные сообщения в общем в любую любую соцсеть а как вы хотите чтобы вас назвали в книге ну соответственно эту книгу вы получите бесплатно так спонсор то есть это будет подарочный экземпляр для вас ну и это будет вот то самое непосредственное участие потому что книги превращаются и мертвые артефакты и надо придавать им какой-то жизни а деньги между прочим придают жизни потому что они дают какие-то такие есть слово денежный поток это конечно профанация на самом деле в деньгах есть своя да любопытная энергетика которая движет процессы которые ускоряют процессы соответственно чем быстрее появятся спонсоры тем быстрее люди получат книгу и тем быстрее будут упомянуты авторы может быть это будут какие-то полезные для вас же контакты вы познакомитесь другими спонсорами другими поклонниками моего творчества ну и так далее и тому подобное резюмируя еще раз есть четыре дня до первого числа включительно чтобы прислать деньги это может быть любая сумма начиная трех тысяч рублей когда вы становитесь спонсором вы присылаете свое имя и соответственно когда книга выходит вы получаете книгу со своим именем и и тому же прошу заметить книгу раритетную но надеюсь я объяснила все понятно если что-то непонятно просто перечитайте условия в наших объявлениях их за эти дни стоит уже несколько во всех соц сетях хорошо мы переходим к нашему следующему вопросу о линии и так он звучит следующим образом у карла нашего юнга в работе нераскрытая самость есть такие слова масса подавляет проницательность и вдумчивость на которые еще способна отдельно взятая личность и неизбежно приводит к дектринерской и авторитарной тирании стоит только дать конституционному государству стоит только конституционному государству дать слабину алина прокомментируйте пожалуйста данную цитату эту мысль можно комментировать двояко с одной стороны теоретически масса подавляет индивида это как бы аксиома которая не требует доказать другой страны в свободном государстве индивид может вполне сосуществовать вместе с массой не задевая интересов друг друга в либеральном и демократическом государстве так и происходит вторая сторона этого опроса это ошибочная позиция и такая активная маргинальная в своем роде не любовь интеллектуалов и интеллигенции к массам это не любовь на дает свои всходы не в пользу там вот у того же либерализма не в пользу тех же интеллектуалов потому что противопоставляя себя толпе вы не получите ничего кроме толпы как врага поэтому я считаю что массы и толпу надо любить любить и уважать да вы можете сказать что это политическая демагогия в политике всегда есть место не большому элементу демагогии но этой при этом и моя совершенно искренняя позиция совершенно искренне не понимаю как можно отторгать массы когда они являются часто основным политическим капиталом и движущей силой истории любопытный момент что в этот раз в нашей новоявленной диктатуре массы практически не играют никакой роли кроме как роли безропотных жертв безропотных статистов или просто какого-то фона то есть у нас нет тех масс что были в модерне которые активно поддерживали вождей их идеи у нас есть от силы не устаю повторять 20 процентов поддержки созданных усилиями агитпропа городских сумасшедших национал патриотов которые 20 лет мечтали о реванше и в принципе для классической диктатуры это очень малое количество людей которые очень сложно назвать поддержкой поэтому не могу я здесь встать на сторону юнга и небольшой вопрос в довесок предыдущему и как собственно раскрыть себе эту самую самость субъектности как ее прокачать ну вы не должны вы должны мыслить таким образом чтобы понимать что над вами нет никакой силы которая бы вами управляла все силы которые вами управляют были придуманы такими же людьми как вы не религия не существующий бог не какие-то архетипы кстати к юнгу но это же тоже достаточно выдуманная вещь это своего рода культурные импринты а если и не выдуманная в чем-то от нее всегда можно освободиться как собственно и от инстинктов и от импринтов любых то есть в принципе вы относительно свободны но да ваша свобода ограничена государством особенно в том случае если это государство тоталитарно здесь я сделаю оговорку я не сторонник идеи о внутренней свободе которая якобы разрешает все экзистенциальные вопросы индивида внутренняя свобода без внешней немного стоит это поза ты не свободен пока силовой ресурс находится не в твоих руках и в этом смысле большая ошибка прошлого не поколения поколения неуместно прошлой коалиции оппозиционеров она становится действительно прошлой то есть я вижу что в политике уже теперь это отчетливо видно что в политике будут участвовать новые люди новые лица их ошибка в том что они вышли называется в тайгу без ружья они пришли с добрыми помыслами и простыми идеями типа прб за все хорошее против всего плохого и боже как наивно это выглядит это выглядит это не рабочая концепция более того его ее отвергает толпу которая любит свободу но любит она и силу здесь мы переходим к подсознательному архетипам и т.д. да в какой-то степени это работает когда толпа чувствует слабину она за вами не идет сегодня я видела ролик посвященный дню рождению яшина якобы от него конечно не от него это делает команда какая-то его яшин иногент да и там те же слова какая будет прекрасная россия и как в ней будут там расти ромашки и прочие цветочки это не работает это не политический язык политический язык не благостный не церковный не слащавый не цветочный не примитивный политика куда более сложная вещь чем то что нам пытались преподнести адепты той самой ПРБ Илье желаю скорейшей свободы конечно я тут не критика его тут критика тех кто делал этот ролик и самой вот такой идеи мы переходим к следующему вопросу здравствуйте Алина Александровна по вашему мнению кончится ли когда-нибудь у Алексея Венедиктова признан иноагентом РФ деньги на его регулярные полеты в другие страны вы завидуете я не считаю чужие деньги меня не касается сколько раз человек посещает другие страны я думаю за много лет ежедневные работы на популярные радиостанции у него могли быть накопления я думаю могут быть какие-то активы у него могут быть какие-то друзья или спонсоры и нас с вами мне кажется это не касается тем более что в данный момент он не является какой-то политической фигурой с которой может быть спрос а вот откуда ты взял деньги это его личное дело это его частная жизнь дебаты Байдена против Трампа ваше резюме ну здесь я буду банально в общем-то как и для всех печальное зрелище я тут не на чьей стороне Байден вызывает сочувствие Трамп вызывает агрессию в какое-то время несколько лет назад я даже выступала за Трампа и кто-то даже обвинил меня в работе на Кремль это абсолютный бред мне действительно нравился драйв Трампа и я считала что на политической арене должен быть такой персонаж трикстер персонаж эпатажника совершенно резкий просто для колорита политической жизни но после начала эскалации и в данных обстоятельствах я считаю что такой человек скорее вреден чем полезен потому что он не может и не должен на мой взгляд принимать серьезное решение его речь это речь популиста ну совсем в плохом смысле я опять я не против популизма но должна быть какая-то какой-то баланс между популизмом и всем остальным здесь сплошной популизм вообще это было похоже на какое-то полукомическое полутрагическое шоу где два жилых человека спорят с друг другом вот это какой-то comedy club по-американски это не очень было все политично мне очень не понравилось что про украину да в общем и про россию говорили как ну как будто они играют там в карты вот карта с украиной вот карта там с россии вот шестерка вот туз то есть не было чувства что для них это значимо к сожалению но у байдена это можно списать на возраст ну и такие упрощенные концепты которые предлагает трамп который видит мир очень одномерно и его единственной целью является в данный момент протолкнуть себя это это слишком заметно это понятно но это слишком заметно это утопичная концепция потому что конфликт не будет остановлен пока путин находится у власти и мне кажется что это очевидно всем здравомыслящим людям друзья все кто нас сейчас смотрит и слушает и будет это делать в записи я напоминаю о том что помочь развитию нашего канала можно по реквизитам которые вы найдете в описании к этому видео итак мы переходим к нашему следующему вопросу Алине Алина каково ваше мнение о недавнем расследовании издания СОТА признана иноагентом в РФ деятельности ФБК признан экстремистской организацией в РФ А ну я думаю что это пришла ответка потому что в начале расследования там кажется написано что-то вроде что мы помним материал Марии Певчих иноагент ну о 90х то есть вот там они предъявляют людям не чистоплотность финансовую а здесь вот такое а само расследование признаюсь досконально я не читала потому что мне больше не интересны косяки ФБК признанные экстремистской организацией более того забегая вперед если СОТА с чем-то признаны иноагентом чем-то переборщила то есть может может быть и такое я тут не беру ответственность на себя за то что факты изложенные там они стопроцентно верные тут надо быть узким специалистом но самое главное нет тут надо интересоваться чистоплотностью ФБК у меня нет вопросов по поводу их чистоплотности я уверена что это в большинстве своем люди политические аферисты не все не хочу обидеть всех плюс что то что туда очень активно инкорпорированы представители спецслужб ну поэтому отношусь я вот так что за что боролись на то и напоролись они решили что они эксклюзивны что они незаменимы что они могут существовать без тех кто их создал без тех самых как я их называю фатальных консенсусов общественных медийных они бросили им вызов и вот идет ответка она будет идти долго 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 и до бесконечности такие вещи не забываются и не прощаются это была их большая ошибка о фильме предателя следующий вопрос скорее даже реплика но тем не менее я ее зачитаю наехали на запрещенную в россии организацию зарегистрированную в литве а зря возможно нюансы легализации даже хороших русских в литве как вообще возможно ругать оппозицию когда все объединены единым гуманитарным ужасом эскалации коллективная ответственность никогда не будет принята народом хотя да простите стоп а ты потом вы потом дочитаете в начале вот я сейчас просто в начале когда читала вопрос я думала что речь идет об ФБК признанной экстремистской организации но он не называет здесь ФБК возможно речь идет о другой организации упомянутой в расследовании возможно я вообще ничего не могу сказать потому что повторюсь я не углублялась в нюансы расследования другое хочу сказать если речь все таки идет об ФБК повторюсь нет я не считаю их оппозицией я не считаю непрозревших спонсоров оппозиции вот Зимин признан агентом прозревший спонсор если кто-то спонсирует ФБК он спонсирует путинизм резко но правда по факту это так потому что мы потеряли 10-15 лет за счет узурпации протеста этой группой если взрослые люди обладающие умом а богатые люди обладают умом иначе они не обладали бы богатством продолжают их спонсировать и в отличие от Зимина не отказываются от этого проекта значит они обслуживают путинизм ну окей скажу мягче может быть что есть еще какие-то чего-то непонявшие люди они невольно обслуживают сложившийся кошмарный фатальный исторический статус-кво вот тут тупую точку в которой мы все стоим застыли и ждем разрешения конфликта которого не происходит в любом случае это спонсоры это спонсоры это спонсоры исторического кошмара ну я уже концовку не буду зачитывать или зачитать до конца зачитайте да окей коллективная ответственность никогда не будет принята народом хотя полулюдоедские паттерны у огромного процента населения откуда взята эта поддержка 20 процентов когда оттенки серого в разговорах повсюду алексей внесен список экстремистов и террористов в рф безумно жаль у меня все спасибо коллективная ответственность не будет принята в первую очередь не народом а мной если вы обращаете свой вопрос к себе не то что я ставлю себя вперед народом она не будет принята потому что да это непопулярная идея которая приведет к реваншизму народ и так измучен тем что происходит и осознание того что происходит увы придет к нему позже и это осознание будет чудовищным и в этот момент не надо идти к нему с коллективной с идеей коллективной вины коллективная вина это ничья вина это классика у происходящего есть конкретные исполнители конкретные люди отдающие приказы у них есть имена и фамилии и должности и не надо размазывать то что происходит по всем в том числе совершенно невинным людям да и в вопросе содержался снобизм что вот это вот эти быдло массы или что-то вроде так вообще нельзя говорить это антиполитично нельзя люди это чувствуют и поэтому кстати если люди ведут себя как вы говорите как быдло они ведут себя так для вас для тех кто к ним так относится это вы вызываете эту силу вот почему-то со мной себя никто как быдло не ведет а какие-то надменные дамочки типа ну не буду называть их имен везде встречают быдло причем не только в россии они уезжают из россии и опять быдло ну как так может быть дело в них возможно и наш следующий вопрос Алине слышали ли вы про уже вскрытие фейкового зп это геннадия ракитина как вы относитесь к такому долгосрочному троллингу слегка тут приоткрою суть в рф активисты создали профиль вымышленного зп это он даже получал за свое творчество грамот не интересовалась узнаю впервые какая-то чепуха белый шум информационное операние операции на уровне дешевого троллинга какая-то бессмыслец да и вот такой интересный вопрос чтение книги любой читателям это активный процесс он участник или просто потребитель ну это зависит от книги от читателя и от психотипа и от настроения так же как ты смотришь кино и ты можешь вжиться в него войти внутрь то же самое происходит при соприкосновении с качественным текстом к сожалению последнее время это происходит все реже потому что литература уходит немного на периферию вымещаемое вот этим вот что называется клиповое сознание и так далее и мне тем более приятно что так активно читают цивилизацию хаоса что людям нравится там слог и идеи и что идет взаимодействие вот и спонсорство и поддержка и желание людей видеть свои имена в книгах это же тоже как будто бы ты стал сам персонажем книги или кино кстати на развороте черной иконы написано чья-то фраза я таких людей как бы не встречала я видела их только в книгах или в кино но мне кажется что многие хотят быть именно такими людьми потому что когда мы были детьми нам и казалось что самая интересная жизнь проживается в книгах или в кино мы и мечтали о такой жизни ведь обыденная жизнь куда скучней тем более я буду рада если вы поможете мне в издании этой книги и мне и себе поучаствовать заодно в процессе я повторю что она цена тем что эксклюзивно выходит маленьким тиражом тем что она концептуальна то есть она тогда у нас будет триада человек синдромом дна записки материалиста и цивилизация хаоса уже три философских книги которые преподносят полностью мое мировоззрение и идеологию насколько это возможно я конечно бы очень хотела чтобы какие-то академические философы как-то ее представили я с точки зрения академизма не смогу представить сама себя на чисто технике но это не мое чисто технически да но во всяком случае что этот процесс пошел мне очень приятно поэтому я жду спонсоров также я напоминаю вам о том что мы полностью зависим от вас с точки зрения функционирования нашего youtube канала мы не сотрудничаем с российскими мы не сотрудничаем с западными сми по причине репрессий поэтому только этот канал и только вы наша поддержка я очень вас прошу о донатах чтобы мы выходили чаще и вели более частые открытые интересные диалоги с вами огромное спасибо алина благодарю всех кто нас смотрел и слышал желаю всем прекрасного вечера и до новых встреч до свидания